Сильнейшее землетрясение, произошедшее восточнее Миссисипи более 200 лет назад, на самом деле так и не закончилось, утверждают некоторые ученые. Большинство землетрясений длится от нескольких секунд до считанных минут, а официальный рекордсмен до сих пор – это немое землетрясение на Суматре, которое продолжалось 32 года. Тогда медленное смещение земных слоев вызвало массивное землетрясение и цунами. Поэтому если верна теория, что землетрясение в Нью-Мадриде все еще производит подземные толчки, у нас будет новый рекордсмен. Землетрясение началось в декабре 1811 года с мощного толчка в слабонаселенной части северо-востока Арканзаса. Тряску ощутили почти в 1600 километрах от эпицентра, и колокола зазвонили в Бостоне, который находится еще дальше. Оно даже заставило величественную Миссисипи течь вспять на несколько минут из-за новых водопадов, образованных перемещением земной коры. Город Нью-Мадрид в штате Миссури тогда полностью исчез. Земля не успокоилась до конца января следующего года, когда ситуация снова стала серьезной. Произошло мощное землетрясение, на этот раз у слияния рек Огайо и Миссисипи, прямо в Миссури. Геологи полагают, что причиной стал разрыв на Нью-Мадридском разломе, что вызвало еще большее напряжение на близлежащем разломе Рилфуд. И когда люди подумали, что хуже уже не бывает, после двухнедельной встряски разлом Рилфуд разошелся глубоко под Нью-Мадридом. В Теннессе, примерно в 24 километрах к югу от Нью-Мадрида, поднятие земли создало озеро Рилфуд. Пароходы шли по реке среди тысяч деревьев, вырванных землетрясением с корнем и плывущих по течению. В Сент-Луисе, штат Миссури, который находится в 257 километрах, были сильно повреждены здания. А в Цинциннате, штат Огайо, находящемся в 644 километрах, обрушились каминные трубы. Произошедшее ощутили даже в канадском Монреале, находящемся в более чем в 1600 километрах от очага землетрясения. Сейсмологи регистрируют около 200 малых землетрясений в сейсмической зоне Нью-Мадрид каждый год с 1974 года. Некоторые исследователи считают, что до 30% из них были повторными толчками после больших землетрясений 1811 и 1812 годов. В частях США, где не наблюдается большой тектонической активности, повторные толчки могут продолжаться годами, возможно, даже столетиями после мощных землетрясений. Повторные толчки или афтершоки – это способ Земли освободиться от накопившегося напряжения после основного землетрясения. Когда Земля встряхивается в первый раз, на близлежащие горные породы оказывается огромное давление. И когда горные породы больше не могут этого выдержать, они трескаются, вызывая еще большее встряхивание, это и есть афтершоки. Они могут быть достаточно интенсивными, особенно сразу после основного землетрясения, но со временем ослабевают. Не все ученые согласны, что современные землетрясения связаны с теми, что происходили 200 лет назад. Мы в основном ассоциируем разломы с теми линиями, где встречаются плиты Земли. Но прямо под центром североамериканской плиты есть целая сеть таких разломов. Они напоминают о том, что происходило 750 миллионов лет назад, когда Северная Америка была частью суперконтинента под названием Родиния. Когда Родиния начала распадаться, она оставила после себя эти разрывы, слабые места в земной коре, которые уходят глубоко под нынешний Средний Запад. Это может объяснить сейсмическую активность. Международная команда геологов решила вновь изучить три крупных землетрясения, которые потрясли Северную Америку, и положить конец спорам. Они использовали новый математический метод, называемый «ближайший сосед». Этот метод гласит, что если землетрясения слишком близки по координатам, времени и магнитуде, чтобы быть независимыми фоновыми событиями, то предполагается, что одно из них вызвало другое. В зависимости от того, как считать, от 10 до 65% недавних землетрясений в этом регионе могут быть повторными толчками после тех исторических землетрясений. И огромное землетрясение, которое произошло в Чарльстоне, Южная Каролина, в конце 19 века, может объяснить до 72% землетрясений в этом районе с тех пор. Но не все места одинаковы, поэтому научные споры продолжаются. В 1774 году британский исследователь Джеймс Кук заметил вдалеке свечение. Это был вулкан Ясур на Вануату. Он до сих пор извергает лаву и пепел. И весьма вероятно, что он занялся этим задолго до встречи с Куком. В октябре 2016 года для вулкана повысили уровень тревоги. Вокруг него действительно неспокойно. Там даже отметили радиус в 610 метров вокруг кратера, чтобы обеспечить безопасность людей. Происходили небольшие и умеренные вспышки с выбросами пепла, газов и пара, а также мощные взрывы, выбрасывающие материал за пределы кратера. Спутниковые изображения зафиксировали горячие выбросы диоксида серы, подтверждающие, что вулкан Ясур готовит мощное шоу. В Стромболе, один из вулканических островов возле Сицилии, официально установил рекорд книги Гиннесса как «дольше всего» непрерывно извергающийся вулкан. Он удивляет огненным шоу уже более 2400 лет подряд. Древние мореходы прозвали его «маяком Средиземного моря». Обычно Стромболе просто выплевывает вверх раскаленную лаву. Но время от времени он выбрасывает потоки лавы или поднимает в воздух фонтаны средней высоты. Иногда можно даже увидеть паровые выбросы. Более 200 миллионов лет назад мир пережил крупномасштабные изменения, когда ни одно, ни два, а четыре мощных вулканических извержения изменили ход истории. Все это случилось в террине Врангелия, на большом участке Земли, который был своеобразным сверхмассивным вулканом, простирающимся через нынешнюю Британскую Колумбию и Аляску. Возможно, именно эта вулканическая активность помогла динозаврам вырасти из созданий размером с кошку до гигантов, которых мы видели в парке Юрского периода. Это дало старт дождливой эпохе, которая затянулась на 2 миллиона лет. Она превратила весь мир в жаркое и влажное место. И динозаврам это очень нравилось. Исследователи глубоко зарылись в осадочные слои под древним озером в Китае, чтобы раскрыть эти секреты. Они обнаружили следы вулканического пепла и ртути, ясные признаки эпических извержений. Были найдены углеродные отпечатки, показывающие огромные всплески уровня диоксида углерода, из-за которых атмосфера стала жаркой, а дождь хлынул ливнем. Все это произошло после четырех отдельных импульсов, каждый из которых был вызван страшными вулканическими взрывами. В национальном парке недалеко от австралийского Сиднея есть место, где под землей бушует пожар уже по крайней мере 6 тысяч лет. Его называют «горящая гора». И это пожар в угольном пласте, который постепенно прогорает сквозь слой угля под поверхностью земли. Как только подземный пожар разгорается, его практически невозможно потушить. Огненный шар достигает 9 метров в ширину и очень горяч, но пламени от него нет, он тлеет. Огонь ползет со скоростью около метра в год. Местный фермер впервые заметил его в 19 веке и подумал, что это вулкан. Местные жители, которые живут здесь уже много веков, считают это место священным. Они использовали его для приготовления пищи и производства инструментов, рассказывая, что он зажегся от слез вдовы или факела героя. Но эксперты полагают, что это могла быть молния или уголь, нагревшийся подобно летнему барбекю от взаимодействия с кислородом. Некоторые утверждают, что он мог гореть еще до того, как динозавры начали бродить по земле. Никто точно не знает, сколько времени гора будет гореть и в каком направлении будет двигаться тление. Сейчас у угля достаточно кислорода, чтобы гореть веками или даже тысячелетиями без вмешательства человека. Огонь нагревает гору, словно гигантскую печь, заставляя ее трещать и рушиться, привлекая еще больше кислорода для питания. Если люди решат взять ситуацию под контроль, для тушения этих пожаров в угольных пластах потребуются целые грузовики воды и жидкого азота. Несколько лет назад исследователи заметили, что тление приближается к обрыву, выходящему на маленькую речку. И в зависимости от того, что угольный пласт решит делать дальше, мы можем увидеть драматические изменения в ближайшие десятилетия. Могут появиться пламя и большой жар, или же пожар углубится, самопроизвольно потухнет и перестанет тлеть.